При компоновке парильного помещения нужно не забывать еще и о тех людях, которые будут там не только париться, но и будут парить. В первую очередь, конечно, нужно обеспечить правильный доступ к полку. Если перед полком находится вот такая лавочка, это будет далеко неудобно, то есть придется человеку тянуться. При организации элементов интерьера парной важно выбрать не только материал, из которого будут они изготовлены, но и обеспечить максимальное удобство не только для человека, который парится, но и для того человека, который парит. И именно вот такие маленькие хитрости позволяют сделать максимально удобным, максимально легким пребывание в парной. Беспрепятственный доступ к полку получается, да? И здесь, опять же, нужно смотреть по высоте, по росту самого парильщика. Нужно располагать полок на максимально удобной для парильщика высоте. То есть он не должен работать ни в каких других позах, кроме как стоя прямо. Потому что после двух-трех процедур парения у парильщика может просто элементарно отвалиться спина. Вот здесь довольно удобно. То есть и высота такая хорошая, ему будет очень удобно захватывать пар с веником. И человек, которого паришь, будет на удобной высоте для парильщика находиться. Вот так вот. Все, в принципе, просто. Парьтесь с удовольствием, парьтесь на здоровье. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok